МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа обеспечения жильем молодых семей действует с 2007 года. Кто эти счастливчики, ставшие ее участниками, узнала Лариса Панина. В семье Игнатовых готовились к приему гостей. У старшей дочки Кати день рождения, и отмечать она его будет в новой квартире, где теперь есть и ее собственная комната. А от этого... Радость, интерес, то, что есть свой уголок. Возможность приобрести свою квартиру позволила Игнатовым участие в долгосрочной муниципальной целевой программе обеспечения жильем молодых семей в городе Лобня, которая предполагает оказание поддержки и помощи молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Программа обеспечения жилыми помещениями молодых семей в городе Лобня разработана, в 2007 году. Первые свидетельства молодым семьям мы выдали в 2008 году. На сегодняшний момент свидетельства на приобретение жилья за счет средств трех бюджетов федерального, областного и муниципального получили 29 семей. Из них 8 семей предоставлены свидетельства только в этом году. Они, естественно, еще на сегодняшний момент не реализованы. Признаны нуждающимися в улучшении своих жилищных условий с целью дальнейшего участия в программе 23 молодые семьи. В программу, чтобы попасть, надо просто соответствовать условиям программы, которые действуют на территории города Лобня. То есть молодая семья, оба супруга, либо один из супругов, должны быть до 35 лет. Они должны быть обеспечены не более 8 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного члена семьи. Но и при этом, конечно, молодая семья должна иметь достаточные средства для того, чтобы участвовать в дальнейшей программе. Программа финансируется из трех источников – федерального, областного и местного бюджетов. Но это составит только часть стоимости квартиры. Значительный денежный вклад делает семья. Можно ли считать участников программы счастливчиками? В семье Павловых уверены, что если бы не было этого первого стартового взноса, может быть, молодежь и по сей день снимала бы квартиру. За четыре года ребята уже фактически выбросили более двух миллионов. А жить в однокомнатной квартире в десятером просто невозможно. Вы знаете, смутно верили, что это сбудется. Дети, может, даже подсмеивались надо мной, что, мам, что ты ерунду говоришь. А я верила в эту сказку. Ощущения, конечно, хорошие. Я не знаю, как у детей, а у меня радостные. И на дороге мы, конечно, не нашли бы такую входящую сумму. Все, что им пригодилось для покупки. Это по споре просто вот мы благодарны. Не знаю даже, я вот как мать благодарна. Самое сложное – это ожидание. Ожидание, когда подойдет очередь. Документы подать – это, ну, собрал и отдал. А вот ждать. Я скажу, что программа, она немножечко не совсем как для молодой семьи. Потому что мы, если молодой специалист, он окончил институт, ну, женился, да. Но у него нет работы той, которая бы давала достаток, чтобы можно было приобрести. И по ищению к 30 годам он уже чувствует себя уверенней. А дальше вот это вот ожидание. Может исполниться 36. 36 и выкинут по старости. У нас практически так и получалось. У меня 5 мая исполнялось 36 лет. Списки были не подписаны. 4 мая я звоню в министерство. Я говорю, ну, что ж такое? Она такая, все, мы датируем документы. И этим, все, вы там. Не переживайте. Прямо последние месяцы были каждый день звонки. Подписали, не подписали. Подписали, нет. Потом все, вздохнули. Она такая, открывайте шампанское. Схожей была ситуация и у Игнатовых. В программу они вступили в 2009 году. С рождением второго ребенка документы пришлось переоформлять. Между тем у Натальи Игнатовой приближался 36-й год рождения. Я уже, честно говоря, уже не надеялась, да, потому что думаю, ну, что, время прошло. Нет, нет. Потом родился второй ребенок, да, вот там наложились какие-то другие хлопоты. Вот, и получается, что мне уже позвонили там с нашей администрации, сказали, что вот вас включили в программу. То есть мы, конечно, там обрадовались, там до ноября были там в эйфории, то есть там же пришло решение, да, вот, а потом документальное оформление, соответственно, да, то есть пока там тебе сертификат выдадут. Вот, то есть мы где-то в эйфории находились до декабря, а потом мы уже поняли, что там же все это ограничено сроком. Дали этот сертификат в ноябре, а до августа следующего года нужно было его реализовать. Оказалось, попасть в программу – это только полдела. Далее начинается поиск квартиры для покупки и средств на ее покупку. Во-первых, в большинстве случаев приходится брать кредит. Причем банки никаких скидок на молодую семью не делают. Самое основное – это, конечно, все упирается в денежные средства. Хочется и… Можем, не можем. Да, можем, не можем. Тянем, не тянем. Ну, то, что квартиру мы брали кредит в банке, это лежит на наших плечах. Никуда от этого не денешься. Сильная петля? Да, достаточно сильная. Это 60 тысяч в месяц и 18 лет. Хотелось купить какой-то более-менее приличный объект, а, соответственно, более-менее – это только с помощью кредитных средств. То есть, на своей как бы не хватало. То есть, пока мы там с кредитом этим разбирались, что и как, то есть, нам подтверждали кредитный лимит. Водит в июне нам подтвердили. Соответственно, до 15 августа нам нужно было реализовать. И поэтому мы уже тоже так срочно-срочно, быстро-быстро искали объект. Вот, ну, все получилось. Существуют и другие сложности. Не каждый продавец готов ожидать деньги по перечислению. Кроме того, программа предполагает, что нельзя приобретать жилье на этапе строительства. Есть и другие тонкости, и тем не менее. Обращусь, да, к молодым семьям. Те, кто уверен в себе, те, кто достаток имеет хороший, пусть идут, и их шанс. И оформляет. Нет, ничего не надо бояться, это точно. Молодая семья – это не только супруги и их дети. Это может быть и неполная семья с детьми. Все подробности можно узнать на информационном стенде на первом этаже в здании администрации города. Там же указаны условия и перечень документов для включения в программу. Размер средств, предоставляемых семье, различен. В среднем от 700 до 1,2 млн. рублей. Как бы то ни было, это поддержка для старта. Лариса Панина, Алексей Орлов, Алексей Бойко для программы «Акцент».